Вот это вот для девочек, вот это вот все для мальчиков. Посмотрите, тут есть костюмы школьные, белые рубашечки, все. Наталья Олеговна – многодетная мама. У нее шесть сыновей. Один из них уже вырос и обзавел со своей семьей. Остальные ходят в школу. По словам Натальи, подготовка к учебному году – не всегда только приятные хлопоты. Каждому нужно купить школьную форму, канцелярию, обновить рюкзаки. За год становится маленькой обувь. На все попросту не хватает средств. На акции Наталья побывала впервые. Узнала о ней от работников центра. Они заранее повестили ее по телефону. Сейчас очень тяжело собрать детей в школу. Тем более, когда они все ученики. Это очень тяжело. Это огромнейшее спасибо. Ассортимент, конечно, очень. Я посмотрела хорошо. Форму купить детям очень тяжело. А сейчас у нас спросы такие в школе, что и форма, и все. Обувь, конечно. А мальчишки, они все занимаются у меня спортом. Баскетбол, гонгбол, кроссовки. Обувь у нас летит. Это вообще караул. Тут после второго, как говорится, младшему уже не останется. Тут это очень хорошо, конечно, что все это есть. Мне понравилась кофта. Во-первых, сейчас будет осень. Ходить уже в школу будет в кофте нормальной. Мне понравилось в этой акции, в ярмарке, то, что тут вещи хорошие, с этикетками. Они не лишние. Они всегда пригодятся. И для младшего брата, и для меня, и для старшего. Так что это очень даже хорошо. И вот в этом мне и понравилось. За четыре года акция стала традиционной. Неравнодушные люди приносят самые разные вещи, начиная от ручек и заканчивая новыми школьными сумками. В Анапе 53 семьи состоят на учете, как требующие особого внимания государства. Центр социального обслуживания проводит мониторинг. Специалисты заранее узнают, какие вещи необходимы многодетным семьям. Подготовили и специальные наборы для первоклашек. Каждый год накануне сентября в семье, где есть дети, особенно первоклассники, школьники, возникает проблема. Детей надо подготовить к школе. Но не у каждого сегодня есть финансовая возможность сделать это достойно. Поэтому мы благодарны тем предпринимателям, тем жителям города Анапы, которые участвуют в этой акции. То есть они сюда приносят вещи, передают их нашим специалистам. А уже жители города приходят сюда и без всяких документов, без всякого ограничения берут именно тот набор вещей, канцелярских принадлежностей, который нужен их детям. И считаю, что это большая помощь. И просто хочу сделать вот такую оговорочку, что эта акция «Вторые руки» действует не только накануне 1 сентября, она действует круглый год. Надо просто не стесняться приходить сюда. У них здесь очень добрые специалисты. Они всегда помогут и всегда вы сможете здесь найти то, чего сегодня кто-то не может приобрести. В этом году акция проводилась в двухэтажном здании по улице Советская, 134. Продлится она до 15 сентября. В будущем планируется открыть небольшую библиотеку для приема книг и учебников. Со временем смогут принимать и бытовую технику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!